Неделя спорта 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 хорошо сыгранной команде архитектурно-строительного университета, обойти сборную КФУ в два раза. Итог встречи 40-89. Мало забивали, мало проходили, мало было дальних бросков. Наверное, в этом наша была главная ошибка. Будем больше тренироваться, будем больше играть, будем больше выигрывать, надеюсь, будем больше забивать. В третий соревновательный день сборная команды КФУ встретилась на площадке с главным соперником – Академией спорта и туризма. Их женская сборная по баскетболу является сильнейшей среди вузов Казани. На данный момент девушки готовятся к нескольким крупным турнирам. Сейчас часть девочек уезжает по суперлиге в Санкт-Петербург. У нас двойной тур Санкт-Петербург-Спартак и Вологда-Чеваката нас ждет. Потом мы возвращаемся, у нас четыре дня перерыв, и мы выезжаем на тур Красноярск-Новосибирск. А дальше нас ждет ассоциация студенческого баскетбола. Мы будем играть внутри республики дивизион АСБ. Исход встречи был изначально очевиден. С первых минут сборная Академии спорта и туризма взяла верх над федералами. И второй отрезок времени завершил с большим преимуществом – 46-16. Третья и четвертая четверти только доказали, что игроки Академии спорта имеют совершенно иной уровень подготовки. Они искусно владели мячом, не давая ни единого шанса на победу федералам. Спортсмены сборной Казанского федерального не расстраиваются и верят в предстоящие победы. Итоговый результат – 93-39. Нам надо быть более слаженными и уделить внимание защите, потому что много пропускаем именно трехочковых. Надо поработать над защитой. Я пожелаю боевого настроя. Это главное. Если есть настрой на победу, победа обязательно будет. В четвертый день соревнований спортсмены сборной КФУ сыграли со сборной авиационного института. На трибунах было большое количество зрителей, которые пришли поддержать свои команды в завершающий день чемпионата. Своей команде я, конечно, желаю победы, потому что эта игра очень важная для нас. В начале игры федералы показали динамичную игру. Они уверенно чувствовали себя на площадке и проводили множество хороших бросков. Но во второй четверти спортсмены авиационного института разыгрались и быстро набрали упущенные очки к началу большого перерыва. Итог 23-24. Очень много первокурсников. Они еще не уверены в себе, потому что со школьного баскетболу переходить в студенческий очень тяжело. И вот этот переход их сковывает. И поэтому мы надеемся, что вот они и справятся. Ошибки выделить технически, именно технически. Плохие передачи, нехватка хорошего броска. Нет лидера пока еще в команде нашей. Поэтому будем стараться. После ценных наставлений тренера, спортсмены сборной авиационного института взяли завершающие четверти под свой контроль. Они умело работали в зоне и показали хорошую защиту. Счет федералам удалось сократить в четвертой четверти. После очередной замены на поле вышел капитан команды Елизавета Усанова. Она успешно провела несколько хороших передач, что позволило за последнюю минуту забить пару очков. Итоговый счет 40-56. Марина Вахаршева, Владислав Сергеев, Диана Иковенко, Анна Папандопула. Неделя спорта. Ну а мы продолжаем говорить о баскетболе. И сейчас у меня в студии сидит капитан сборной Казанского федерального университета по баскетболу Елизавета Усанова. Елизавета, тебе привет. Здравствуйте. Большое спасибо, что ты смогла к нам прийти на программу. Ну и первый вопрос, который волнует и меня, и волнует болельщиков нашей сборной. Что произошло? Ну, претерпела то, что большинство старичков ушло из нашей команды. И пришли новые игроки, первокурсницы, молодые еще. И мы несыгранные, плохо играем в защите, мало тренировочного времени. Ну, на два взгляда, что помешало нашей сборной именно выступить так? Маленький опыт игры вместе. Хорошо. Ты говорила в интервью, что сейчас у вас получается, идет такая вот большая ротация состава, по сути, да? То, что вы каждому стараетесь давать побольше игрового времени, чтобы человек наигрывался. И в итоге вот этот чемпионат, который мы вот сейчас видели, это больше как вот такие предсезонные тесты, получается, да? Совершенно верно. Это не основные соревнования. То есть сейчас у нас в преддверии соревнования АСБ и АСБ. АСБ, да? Совершенно верно. И там мы будем более серьезно относиться к играм, чем сейчас. Сегодня начинается второй круг. Мы будем стараться побеждать, потому что снялась одна команда, самый главный соперник, Академия спорта. Они решили не играть больше. Получается, во втором круге мы встречаемся с теми же самыми соперниками, с кем играли в первом, да? Да, кроме Академии спорта. Хорошо. Вот смотри, вопрос такой насчет морального духа команды. То есть старички, наверное, понимают, что это больше предсезонка. Не важно, какой результат. Важно посмотреть, кто у нас теперь в сборной, с кем нам придется играть, с кем нам строить сборную. А вот молодняк, как он себя чувствует вообще? Если честно, не знаю, но они хотят играть, у них горят глаза. У них большое желание есть. И чувствуют конкуренцию, потому что все равно мы старше, мы опытнее. Хорошо. А какие позиции в сборной, на твой взгляд, необходимо срочно укреплять? Защита. Мы должны больше защищаться, больше бросать. То, что нам не хватает. Хорошо. А что ждать от нашей сборной дальше? Будут ли дозаявлены какие-либо игроки? Что на других турнирах нам ждать? Что ждать во втором круге? Мы уже дозаявили несколько человек, несколько девочек. Думаю, они нам помогут, потому что у нас нет высоких игроков. Точнее, не было. Сейчас они есть. Надеюсь, мы будем брать подборы, чего нам очень не хватает. Хорошо. А какие, можно сказать, прогнозы ты можешь дать уже на такие более крупные чемпионаты, как, например, на АСБ? Я думаю, у нас большие шансы, потому что сейчас нельзя играть профессиональным игрокам, только студенты могут участвовать. И у нас достаточно большие шансы в этом. Потому что у нас нет профессиональных игроков. Все студенты обычные нашего федерального университета. Ну, до этого они, наверное, где-то играли. Ну, на республике, ну, как, в своих школах, спортшколах, да. Максимум дюбли. Хорошо. Ну что ж, большое тебе спасибо за такое короткое интервью. Я надеюсь, что во втором круге все-таки сборная Казанского федерального университета усилит свои позиции и не будет отставать от сборных по хоккею и футболу. И тоже встанет в один ряд вместе с ними. Напоминаю, друзья, в студии у меня был капитан сборной Казанского федерального университета по баскетболу из Левета Усанова. Еще раз тебе большое спасибо за то, что ты пришла. Спасибо вам. Ну, а мы продолжаем программу «Неделя спорта». Ну, вот такая у нас выдалась «Неделя спорта». Что будет дальше, посмотрим. Меня зовут Роман Полинсков. Вы смотрели программу «Неделя спорта». Еще увидимся. Пока-пока. Редактор субтитров А.Семкин